Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него еще в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения и летсплея на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну а также у нас продолжается марафон, как только под этим роликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий видеоролик, так что дерзайте. Ну что же, финальные матчи пошли у нас в третьем уже сезоне за Зенит. Интересная игра сегодня нам предстоит со Спартаком, с Ротором. Кстати, с Ротором, если мы его вроде как обыгрываем, мы можем стать чемпионом. Ну и также полуфиналы Лиги Чемпионов против Баварии. Ну что же, давайте переходить к игре со Спартаком. Мы им проигрываем в последних матчах, как и в прошлом сезоне проиграли в последнем, вроде, нет, это был предпоследний датур. 29-й Российской Премьер Лиги. И вот сейчас снова же проиграли им в первом, так сказать, круге Российской Премьер Лиги. Так что я не знаю даже, вот правда не знаю, кого стоит выпускать, кого нет. Некоторых игроков, давайте, у кого есть, вот, пиковые формы, я все-таки выпущу, потому что дальше все-таки поважнее матч, нежели чем этот. Поэтому просто будем надеяться на то, что у нас это получится. Вот, у кого нету такой прям пиковые формы, не будем их, в принципе, даже вот и выпускать. Таких вот заменили игроков, поэтому все. Я надеюсь, у нас получится одержать сегодня победу. Также пробежимся, давайте посмотрим, может, у кого-то капитанская повязка неплохо так приживется. Просто вдруг, нет, ни у кого, тогда пусть у Бариуса она. И остается Зенит против Спартака, Российская Премьер Лига, мы дома, поехали. Итак, Газпром-арена, Зенит против Спартака, битва двух столиц, поехали. Ну и Габи Жезус открывает счет сегодня. 71-я минута, отличный выход 1 на 1, и наш бразилец забивает. Ну и Жезус делает счет 2-0. Отлично, 88-я минута, и, наконец-то, Зенит одерживает победу над Спартаком. И все, финальный свисток, 2-0, дубль Жезуса, и мы действительно, наконец-то, обыгрываем московский Спартак. Так, два последних матча против них, мы вроде как проиграли, забивал Кокорин, но вот, наконец-то, получилось Зениту победить. Очень важная победа для нас, особенно для нашего третьего подряд чемпионства. Улучшен, соответственно, Жезус, 7,5 у него оценка. После 27-го тура у нас лидерство над Локомотивом в 9 очков, а это значит, что нам, если я все правильно понял, нужно просто сейчас не проиграть Ротору, и тогда мы станем чемпионами за сколько там, получается, за 3 матча до конца. Итак, что вы чувствуете перед матчем, в котором можете завоевать титул? Так, мы победим в следующем матче, завоеваем титул, это про матч с Ротором, вряд ли это про Баварию уже стали прям так говорить. Так, скауты, скауты нам снова находят вратаря. У Най Симон, 80-й рейтинг, сразу нет. Итак, самая важная, мне кажется, сейчас игра на домашнем нашем стадионе в сезоне. Играем против Баварии, смотрим по готовности наших игроков. Вроде все ребята заряжены, меня это действительно радует. Так что как-то так. Вот таким составом мы выходим против Баварии, играем дома. Надеюсь, получится обыграть. Но не стоит все-таки надеяться на какой-то хороший результат. Главное не пропустить вот сегодня. Итак, Газпром-арена, Зенит против Баварии. Полуфинал Лиги Чемпионов. В первом же нашем сезоне мы встречались с этой командой на групповом этапе. Мы им ни разу не проиграли, если я не ошибаюсь. Даже победили вроде один раз. И один раз сыграли в ничего. Дай бог, чтобы этот результат нам также принес выход в полуфинал. Все-таки, финал, извиняюсь. Все-таки два года назад это была совсем другая питерская команда. Здесь мы только ее улучшили. Не знаю, как улучшался немецкий состав. И мы пропускаем. Снова мы пропускаем дома в Лиге Чемпионов. 39-я минута. Фло Кари нам забивает. Так же было и с Мадридским Реалом. Мы пропустили дома. Но дай бог, чтобы сейчас у нас получилось хотя бы счет сравнять в этой встрече. И все-таки 1-1. Отлично. Джастин Кливер забивает на 69-й минуте. Сравнивает счет и забивает действительно очень важный гол. Надеюсь, у нас получится и в этом матче еще выйти вперед. Время все-таки есть. И все. Голевая ничья. Так же, как было с Мадридским Реалом на Газпром-арене. Поэтому я надеюсь, что у нас получится одержать победу на поле в Германии. Да хотя бы забить один гол. А там как пойдет. Ну и Фло Кари стал лучшим игроком сегодняшнего матча. Итак, переговоры в нашей команде. Наконец-то. Лунев в Краснодар. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, на самом деле. Но все-таки отдаем как бы конкуренту. Не сказать, что прям прямому. Но сейчас попробуем за 5,5 миллионов его подписать. А там вот, если мы действительно его сейчас продадим, то будем уже отталкиваться от того, сколько, во-первых, Краснодар согласится или нет. Сколько дадут нам за него. Чалов и Жезус попали в сборную месяца из игроков. Здесь только молодежка качается. И оттуда уже будем отталкиваться, за какую стоимость мы будем покупать нам нового вратаря. Ну а так, ротор против Волгограда. Сейчас, если мы выигрываем, мы становимся чемпионами уже в третий раз подряд. Вот таким я решил составом выйти. Надеюсь, сильно не пострадает. Хотя я, в принципе-то, могу выпустить всех других игроков своих. У кого хорошая там форма, в принципе, почему бы и нет. Дать отдохнуть основе перед матчами в Лиге Чемпионов. Очень важная у нас будет следующая ответная игра с Баварией. Выход за финал Лиги Чемпионов. Все, полностью изменил состав. Только вот Таха не поменял, потому что у Аки форма ниже среднего. Поэтому все, ротор против Зенита. Поехали. Итак, ротор принимает Зенит. Сегодня Зенит может стать трехкратным обладателем Чемпионата России при Роберто Карлосе. Так что посмотрим. Очень важная, действительно, игра для всего российского футбола в этом сезоне. И все-таки мы пропускаем. 32-ая минута. Ротор забивает. Микелтадзе открывает счет в сегодняшнем матче. И все-таки мы забиваем. 81-ая минута. Мэйсон Гринвуд делает счет 1-1. Мы сравниваем счет в очень важном для нас матче, в котором можем стать чемпионами России. И отлично. 2-1. На последней минуте мы вырываем победу. Габи Жезус забил. Все супер. Мы его только выпустили на замену вместо Элдора Шумуродова. И все. Представляете, если вот сейчас действительно мы станем чемпионами. В очень хорошую атаку мы сейчас пошли. В контратаку даже можно сказать. И все супер. Гринвуд. Передача на Федорачалова. Тот на Дреуси. И Жезус делает счет 2-1. Волевая победа. На последних минутах мы ее вырываем. И да. Жезус ликует. Значит, мы стали чемпионами России в третий сезон подряд. Ну, на самом деле, по этому финальному матчу, в котором мы стали чемпионами, можно так сказать, что меня разочаровал Андрей Лунев. Очень неуверенная от него игра. Была сегодня, я ему дал даже капитанскую повязку уже по ходу игры, чтобы он как бы взял этот трофей. Вот, как видите, сейчас. И покинул нас в следующем сезоне. В этом доигрывает. И потом переходит в Краснодар. Я надеюсь на это. Поэтому, дай бог. Но у нас два удара, два створа. Просто повезло. И Гринвуд стал игроком матча. Итак, после 28 тура мы все так же лидируем. Теперь уже точно мы будем только на первом месте. В 9 очков опережаем локомотив. Итак, у нас переговоры. Я надеюсь, по Андре Луневу так и есть. За 4 800. Согласны его нам продать. 4 800. Это примерно будет 17 миллиончиков у нас. Ну, давайте, в любом случае, мы принимаем. Почему бы и нет? 5 800 еще и на зарплатный бюджет. Поэтому переходим сразу в другие команды. Ну и смотрим. В принципе, да. Нам хватает на Мерита. Я поэтому Мерита и подпишу. 26 лет ему из Наполи. Хороший вратарь. Поэтому все. От Донорума мы тогда отказываемся. И от Бернардони тоже. Так. Главную нашу, так сказать, возрастную проблему мы решили. Это Андрей Лунев. Давайте посмотрим, кто у нас идет там дальше. Томас Партей. Бариус Пикфорда. Тоже, кстати, 29. Ну, Пикфорд это пока что, так сказать, отдельная история. Как только у него будет падать рейтинг, там прям значительно. Мы его, естественно, уберем из команды. Ну что же. Дабы не испортить наше чемпионство в третий год подряд нужно сейчас вот просто взять и обыграть Мюнхенскую Баварию. В Ничуну нельзя с ними играть, тем более в нулевую. Дай бог, что у нас все сегодня получится. Вот мы видим, что Дуглас Сантос выйдет, а не Хосе Гая. Так, интервьющи сюда сразу мы поставим. Ну и вместо Малкома, как я вижу, будет играть Гринвуд. Малком даже не поедет, в принципе, на этот матч. Ну что же, составы на ваших экранах. Бавария против Зенита. Ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, вы просто посмотрите, что сейчас творится на Альянс-Арене. Впервые я такое вижу, что флаги. Я не знаю, это обновление. Может, какое-то вышло в Pro Evolution Soccer. Ну, очень красиво, красочно поработали. Но все-таки Бавария сотрудничают с Pro Evolution. Почему? Зенит тогда у них тоже полное. Причем сотрудничество с Pro Evolution было у Зенита. Чемпионов у нас такого вот не было. Очень странно. И какой гол забивает Сердоразмун. Я просто увидел, что Нойер оттуда вышел. Кстати, я получил приз Мировой Класс. Сейчас, наверное, за очень дальний гол. На 35-й минуте Сердоразмун наказывает Нойера за его... А, не знаю, Нойер или не Нойер. Там вроде Нойер стоял на воротах. За его вот эти вот постоянные выходы из ворот. Какой же гол. Причем не сильно как-то он даже закручивал. Просто мощный удар по центру. И мы забиваем на выезде. Снова, как это было на Сантьяго Барнабео даже. Ну, вот слава богу, что у нас это получается. Ну, и так близки мы были сейчас, чтобы выйти в основное время в финал. Но нет. Вот такой замечательный гол Нуреля через себя. Просто шикарные сегодня у нас голы на сегодняшнем матче. Ну, и придется, скорее всего, сейчас еще играть в дополнительное время. И все основное время у нас заканчивается, как я и сказал. Перейдем в допы. Ну, и надеюсь, получится у нас забить и не доводить дело до серии пенальти. И пропускаем. 108-я минута. Бавария снова забивает. Уже второй мяч. Поэтому мне сейчас ничего не остается делать, как только выходить все в атаку во втором дополнительном тайме. И 3-1. Все. Как-то так. Зенит вел по ходу всего матча. Но он пропустил, так сказать, в последние 30 минут этой встречи. Обидно. Обидно то, что проиграли Баварии. Хотя первый матч так неплохо сыграли. Сравняли там счет. Ну, вот. За три года у нас не получается Зенитом выиграть Лигу чемпионов. В этом году даже снова выйти в финал не получилось. Хотя все к этому шло. Но поэтому будем отталкиваться от того, что у нас будет там по времени. В принципе, мне кажется, четвертый сезон будет. Вот. Ну и финал Атлетика Бавария. Интересно будет, конечно, узнать, кто из них там станет чемпионом. Но, скорее всего, четвертый сезон за Зенит будет. Попробуем все-таки последний шанс, так сказать, дать перед выходом FIFA 22. Я надеюсь, у нас получится. Ну, а на этом все. В следующем выпуске у нас будет два последних матча. Так что выпуск будет коротким. Ну, ничего. Там мы обсудим, скорее всего, итоги третьего сезона. Ну, что же, друзья. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жизнь Дану Стоит. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok